Память жертв трагедии в метро Санкт-Петербурга почтили жители краевого центра. К памятнику Пушкина у педагогического института ТОГУ они возложили цветы. Днем 3 апреля в вагоне метро между станциями Синная площадь и Технологический институт произошел взрыв. По официальным данным погибло 11 человек, более 40 пострадали. Случившееся генпрокуратура назвала террористическим актом. Установка 25 новых приборов видеофиксации и нарушений правил дорожного движения, реконструкция 8 светофорных объектов, а также техническое переоснащение пешеходных переходов в соответствии с требованием ГОСТа. Эти и другие виды работ запланировано выполнить до конца 2017 года в Хабаровске. В первую очередь современное оборудование будет установлено на основных городских магистралях – улицах Краснореченской, Павла Морозова, Тихоокеанской. Дополнительные видеокамеры помогут специалистам вести более подробный учет передвижения транспортных средств в городе. Либо погодные условия зимой. Оператор, отслеживая по камерам наблюдения в режиме реального времени дорожную обстановку, может самостоятельно принимать решение и переводить светофоры в ручное регулирование. Нововведением станут электронные табло. Они будут предупреждать водителей об ограничениях и препятствиях по маршруту следования автомобиля. Барьерными ограждениями будут оснащены 6 пешеходных переходов. Только с начала года на них произошло 16 аварий. Также для профилактики дорожно-транспортных происшествий будет установлено 100 знаков с высокой степенью световозвращения. По словам специалистов, эти меры позволят снизить количество ДТП на 20%. Засучив рукава, службы благоустройства жилищной организации наводят порядок в городе. В Хабаровске стартовал двухмесячник по благоустройству. За это время предстоит разобрать более 80 стихийных свалок, очистить от мусора подвалы, чердаки высотных домов и собрать с дорог песок, просыпанный за зиму. Зимой для борьбы с гололедом песок разбрасывали специальные машины. Весной с прибордюрной зоны его приходится собирать вручную. Только в центральной и южной части города на улице было высыпано 10 тысяч кубометров песка. Работаем в круглосуточном режиме, то есть у нас комплексные звенья работают как днем, как и ночью. То есть в среднем работает 4 комплексных механизированных звена. Помимо этого идут ручные бригады, которые вручную собирают мусор случайно с прибордюрной зоны. Свой фронт работы и у жилищных организаций. Для того, чтобы очистить от хлама только один подвал пятиэтажного дома, потребовался самосвал. Мы все закупили, здесь только часть инвентаря. В основном весь инвентарь находится на складе, поэтому люди могут приходить и получать перчатки, пакеты, грабли. В каждой управляющей компании заготовлены сотни пар перчаток, тысячи пакетов для сбора мусора. За два предстоящих месяца необходимо навести порядок во дворах, парках и скверах. В период двухмесячника запланирована уборка 81 несанкционированной свалки. В основном, конечно, это Кировский район, Краснофлотский район, индустриальный район. То есть мы планируем очень большой фронт работы и очень большой объем вывоза мусора. Кульминацией масштабной уборки станут субботники. Первый назначен на 22 апреля. Участие в нем примут около 25 тысяч горожан. Татьяна Токарь, Алексей Игнатьев, Хабаровская студия телевидения. За кражу электричества сажать в тюрьму. С такой инициативой выступили депутаты Государственной Думы. Законопроект для получения отзывов направлен в Верховный суд и правительство России. Парламентарии предлагают ввести наказание до шести лет лишения свободы за кражу электричества из объектов сетевого хозяйства. Необходимость внесения поправок связана с участившимися случаями кражи электроэнергии, из-за которых ресурсоснабжающие компании терпят убытки. Из-за бесконтрольного потребления и воровства только в Хабаровске предприятием горэлектросеть недосчиталось в прошлом году около 100 миллионов рублей. Производим монтаж общедомового прибора учета на базе расходомера РМ-5Т, который позволит нам собирать информацию о массе и расходе потребляемой холодной воды в доме. Также позволит нам дистанционно собирать информацию. В правительстве России готовится законодательная база для удаленного и автоматического сбора показаний счетчиков. Это означает, что переписывать на бумагу показания приборов учета электричества, горячего и холодного водоснабжения будет не нужно. Первый урожай клубники в местах несанкционированной торговли собрали специалисты профильного управления. Стихийные рынки завалены ягодой неизвестного происхождения. Документов, подтверждающих качество товара, у продавцов нет. Подтолки у меня нет. Это по промышленным масштабам. Это не наша, не отсюда. Это с Приморья. У меня здесь подтолкнули жилисты. Да девушка, если вы не занимаетесь, вы только бегаете. Да при чем здесь бегаете? Документы есть на этот товар? Стакан свежей ягоды продавцы отдают за 100 рублей. А вместе с ним и целый набор химических элементов. С коробок, ящиков, в антисанитарных условиях в разных районах города бойко ведется торговля клубникой. Не подтверждаются никакими документами о качестве и безопасности. И это страшно. Мало того, что клубника сама по себе является аллергеном. И содержит все то, что красное, оно содержит большое количество аллергических веществ. Но еще неизвестного происхождения. Стоит открытое, стоит на нее пыль, на нее все выхлопные газы. Соответственно, о качестве стоит задуматься. В ассортименте у продавцов стихийных рынков и верба. Торговля букетами ведется в промышленных масштабах. Цена в зависимости от размера пучка. В преддверии православного праздника торговцы в окрестностях Хабаровска ободрали все ивовые деревья. Выбирайте. Зеленую давайте мне. Да. Выбирайте, какой нравится. А то куда дадите на ваш вкус? Я ее не ела на мой вкус. Где нормалик? Познавайтесь. О, это со 108-го привезли. А вы перекупаете или сами собираете? Мы перекупаем. Это привозная всякая. Откуда? Троицка привозят. Тут деревень привозят, и я это беру, ну, десятку сверху накидываю и все остальное. Потому что не хватает на жизнь, вот так вот и выходим из положения. Торговля в несанкционированных местах является административным нарушением. Продавцам грозит денежное наказание до 3000 рублей. В Краевой Думе рассматривается проект закона, согласно которому штрафные санкции будут увеличены как минимум в два раза. Международный фестиваль военных оркестров «Амурские волны» пройдет в Дальневосточной столице с 26 мая по 2 июня. В мероприятии примут участие коллективы из ближнего и дальнего зарубежья Государственные оркестры Российской Федерации. Представления пройдут на нескольких площадках, как открытых, так и закрытых. 26 и 27 мая оркестры выступят на площади «Слава» и в Платинном арене. Также на фестивале будет задействована арена Хабаровского цирка. Там пройдет вечер памяти Валерия Халилова. Состоятся и парадные шествия по главной улице города. Напомним, Международный фестиваль «Амурские волны» проходит в Хабаровске с 2012 года по инициативе главного военного дирижера, заслуженного деятеля искусств России Валерия Халилова. 25 декабря 2016 года генерал-лейтенант погиб в авиакатастрофе.